Приветствую друзья! Сегодня посмотрим на цену биткоина в несколько более таком широком диапазоне. Хочется рассмотреть вопрос такого направления движения и вообще что происходит. Краткосрочно вы видите, что был такой у нас треугольник, вышли мы вверх, за границу не перебили предыдущий максимум. Тут же был безумный дамп на порядка 6-7% резкой такой свечкой, закрыли его ниже треугольника, вернее свечка была ниже треугольника, нижней границы и снова вернулись за вот эту вот линию теперь, которая поддержки. Ну и вроде бы пытаемся удерживаться, то есть пока мы ее не пробиваем, это в принципе неплохой лонг. И на самом деле, так как пока еще вот этот вот максимум не перебит, ну по-хорошему надо его перебить, чтобы уж даже если после этого пойти вниз. Ну а в противном случае, если этот уровень удержится, то можно будет продолжать движение наверх, тем же самым там 13-14 тысячам долларов. Но опять же, надо смотреть вот на вот эту вот линию, если цена не удержится выше нее, то скорее всего мы будем искать ликвидность ниже предыдущих минимумов, потому что опять же, вот этот вот минимум не дошел до этого, надо бы собрать ликвидность где-нибудь здесь. Так что сейчас на развилке, но тем не менее, вход в лонг, на мой взгляд, по крайней мере, где-то вот здесь достаточно выглядит неплохо. Очень короткий стоп, то есть можно потерять совсем-всем немного, если окажетесь не правы. При этом, надо сказать, что, конечно, долгосрочно, в принципе, мы уже достаточно долго растем, и вот это вот движение вроде бы как зааккумулировалось здесь, можно пойти снова выше, и, ну, самая такая логичная и разумная вещь, не надо плевать против фетра, тренд у нас сейчас бычий. Да, теперь уже совсем понятно, что он бычий после вот этого выхода наверх. То есть на обычном даже и локальном рынке стоит рассматривать приоритеты сделки в лонг. Вопрос лишь в том, что когда этот самый тренд закончится, и чем выше мы идем вверх, тем более опасными и рисковыми эти сделки в лонг являются. Но при этом, конечно, и шортить на каком-то перехае, на каком-то максимуме рынка, это тоже весьма небезопасно. Это все равно, чтобы пытаться поймать падающий нож на дампе, на медвежьем рынке. Поэтому, тем не менее, все-таки в приоритете ожидание роста, но с оглядкой на возможное завершение вот этого всего движения. При этом надо сказать, что, скажем, вот на том же самом дневном таймфрейме мы вроде бы как сделали новый максимум здесь сейчас, да, но на том же самом RSI, там на других индикаторах максимум у нас ниже. То есть это стандартная медвежья дивергенция. Отсюда вполне можно было бы ожидать движения вниз, но при этом дневка у нас пока не закрылась. То есть если мы сейчас в течение этих суток, там, скажем, сделаем новый максимум, там это может длиться достаточно долго. При этом касательно того же самого бычьего тренда, помните, да, мы вышли за вот эту вот линию, линию сопротивления, она стала поддержкой. И, в принципе, вот этот вот дамп, он практически коснулся этой линии. То есть это как раз это сопротивление стало поддержкой, после того, что мы пошли вверх. Это очень неплохой отскок. Но вот видите, чуть-чуть не дошли мы до этой линии, можно было бы здесь пытаться торговать. Что я хочу, на что хочу обратить внимание, это то, что на том же самом RSI все это выглядит вот как вот такой вот канал. Ну, тут можно его, конечно, клином нарисовать или каналом по-разному. Но суть в том, что каждый максимум, который мы здесь имели, он соответствовал примерно максимуму на вот этом канале RSI. И минимумы также коррелируют с минимумами по RSI вот в этом самом канале. И сейчас индикатор где-то в середине этого канала, то есть на таком распутье. Но следующий отскок от верхней или нижней границы, наверное, за ним стоит следить. Если нижняя граница, то это будет, скорее всего, поддержка вот этого уровня где-то в 10 тысяч долларов. Если верхняя граница, то это новый перехай. Возможно, где-то на уровне вот максимума прошлого года в 14 тысяч, там, 13500 или около того. Но опять же, говоря глобально, то есть мы вот видите, как растем весьма так веселенько. Я хочу обратить ваше внимание на драгметаллы. На серебро, которое выросло просто безумно, там, с 11 долларов, да, до 27. Это больше, чем 100%, там, 150-160%. Золото за последнее время росло еще быстрее, еще, ну, не быстрее, но еще дольше, по крайней мере, с вот этой вот коррекцией. Тоже, если смотреть от вот этого минимума, который был здесь, у него 75, там, процентов. И сейчас последняя вот эта фаза, она была очень резкой. И уже, уже мы начинаем видеть вот эту коррекцию. Я хотел обратить внимание на недельный таймфрейм. Почему? Потому что на недельном таймфрейме то же самое TD Sequential показывает у нас зеленую девятку пока. Но неделя только началась, при этом уже она, видите, коррекционная, то есть это будет не идеальный сетап. Но, тем не менее, как вариант, по крайней мере, краткосрочной коррекции, это вполне себе разумно. А принимая в внимание вот этот вот долгий рост практически в течение года, возможно, эта коррекция выльется в что-то более глобальное. Конечно, были тут девятки, скажем, и вот здесь. При этом, видите, она преобразовалась там в 13-й сетап и коррекция произошла только после этого. То есть сейчас тоже может быть перехай. Вот была девятка, которая вообще не отработала. Вот была девятка, которая отработала совсем плохо. То есть это вот этот бычий тренд, который поглощает все медвежьи сигналы, и они на нем не работают. Но при этом, если посмотреть еще более глобально, то по золоту у нас перебит вот этот вот исторический максимум. И с одной стороны, это, конечно, сигнал очень бычий, потому что это означает новый виток роста. Но с другой стороны, такие вещи часто оказываются такими заманушными, когда мы как раз вот собираем стопы тех, кто шартил от предыдущего максимума, и после этого можно будет двигаться вниз. Тут, конечно, тоже можно нарисовать вот этот вот рост, который был в 2000-х годах и потом откорректировался, и снова можно пойти вверх на такую же величину. То есть тысячи на полторы, на две от вот этой вот зоны. Но, как по мне, это уж слишком, слишком очевидно. Хотя, конечно, в условиях теперешнего кризиса, там всяких коронавирусов и так далее, вполне возможно, что инвесторы будут захотят перекладываться в какие-то более надежные инструменты, вроде драгметаллов. При этом, опять же, на немесячном уже таймфрейме у нас по TDS, по TDS sequential восьмерка зеленая. То есть еще вполне можно сделать перехай чуть выше, засадить чуть больше лонгистов, и после этого тогда уже можно делать коррекцию, как примерно было вот здесь. Здесь как бы была вот здесь девятка, вот здесь была девятка на месячном таймфрейме, вот была девятка красная, уже после которого пошел рост, вот была зеленая девятка. То есть, видите, на месячном таймфрейме такой медленный рынок по золоту, он более хорошо себя отрабатывает. При этом тот же самый RSI, видите, на месячном таймфрейме очень-очень высоко. Но мы были здесь, в этом диапазоне, на всем вот этом росте два, ну практически три раза. И только на третий раз, когда, опять же, видите, появилась явная дивергенция по максимуму, мы стали двигаться на коррекцию. То есть, более безопасный вход здесь на шорт, это когда мы увидим вот что-то подобное. Однако, в принципе, уже даже с этих уровней можно увидеть хотя бы какое-то коррекционное движение. И я почему об всем этом говорю? Потому что биткоин часто у нас движется очень-очень похоже на то, как ведет себя золото и другие традиционные активы. При этом, скажем, рынок бандов, который также ведет себя похоже на золото во многом, ну вот, скажем, за исключением кризиса 2008 года, тоже вот был пик на золоте, вот был пик на бандах. И все, мы растем. И сейчас, опять же, вот этот вот такой весьма и весьма экспоненциальный рост. То есть, видите, вот он был экспоненциальный рост по золоту, вот эта синяя кривая. То есть, она, естественно, закончилась глубокой коррекцией. И вот это то же самое. То есть, она в любом случае, это золотое правило, из него почти нет исключений, любой экспоненциальный рост цены актива, он приводит к значительному коррекционному движению в тот или иной момент времени. Вопрос только когда. То есть, это нож, летящий сейчас вверх, но чем выше он залетит, тем будет более быстро и более глубоко падать с этой высоты. Но вот тоже, почему я вернулся к бандам, это потому что, опять же, они тоже сейчас находятся достаточно высоко. И там тоже можно посмотреть по Эдис и Коншал, у них восьмерка, вот была девятка, они упали, вот была девятка, падали, ну и так далее. Можно найти примеры. Так что, конечно, не факт, что мы прямо упадем вот там буквально сейчас, но какая-то коррекция в ближайшую неделю-две должна случиться. И то же самое с биткоином. То есть, если мы будем ожидать продолжения движения в некой корреляции с золотом тем же самым, или там с серебром, то, скорее всего, мы можем сделать этот самый перехай, причем перехай максимума, который был у нас в прошлом году, вот этого 14 тысяч. И потом, после сбора этой самой ликвидности, уже будет коррекция, но которая напрашивается после вот этого долгосрочного роста. Кстати, насчет золота. Недавно я тут делал обзор по платформе Currency.com, то есть у них тоже можно торговать токенизированный актив на золото. То есть, никого, конечно, не призываю сейчас шортить, но, по крайней мере, варианты есть с использованием криптовалюты. Это, в принципе, сделать без особых проблем. Ну и, принимая, опять же, внимание, помните, вот этот вариант с медвежьей дивергенцией по биткоину, какая-то коррекция все-таки, опять же, к возврату, к этому уровню, она вполне себе разумна. При этом, хочу вас обратить внимание на экстремальное значение индекса страха и жадности 84 сейчас уже. Практически мы подбираемся к уровню лета 2019 года, когда как раз и был у нас максимум в 14 тысяч по биткоину. То есть, как правило, значение этого индекса очень хорошо коррелирует с локальными максимумами и минимумами. Поэтому, несмотря на то, что в начале видео я сказал, что тренд бычий, надо торговать по тренду, но чем выше мы забираемся, сдираем цену наверх, тем опаснее это становится, и надо, безусловно, использовать стопы, иначе может оказаться вот что-то подобное, и ситуация будет неприятная. Вот такие вот, друзья, соображения на сегодня. Надеюсь, кому-то было полезно. Ну и на этом на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Пока.